Доброе утро! Я на кухне. Делаю завтрак. Готовлю. Легкий и быстрый. У нас есть в принципе палка колбасы. Я вчера купила авокадо и делаю гуакамоле. Авокадо, помидор, чесночок, масло. Хлебушек обжариваю на сковородке. Вообще, сейчас буду уже на работу собираться, потому что очень быстро надо. Горит хлеб, горит хлеб, горит хлебушек. Гренки, не гренки, а багет, подсушенный на сковородке, гуакамоле, колбаска. Я себе уже намазала, у меня аж слюночки текут. А здесь у меня чаек в красивой чашечке. Прелесть, просто прелесть, красиво. Буду завтракать. Думала, что буду завтракать со всеми, но буду завтракать одна, потому что все телятся как слоны. А мне надо бегом, и мне надо уже убегать. Поэтому приятного мне аппетита и всем, кто кушает. Присоединился муж и присоединился Миша. Миша, одень футболку. Добрый рано. Украина. Всем приятного аппетита. Где-то там еще ходит Виктория. Она долго будет волосы собирать. Я уже в машине. Едем на работу. Муж меня подвозит. Слава Богу. Спасибо ему большое. Попросила его остановились возле магазина. Он пошел купить салфетки и жидкость для снятия лака. Я опять не накрашенная. У меня сегодня одна девочка. И все. Я побегу домой. Буду готовить ужин. Планы наполеоновские. Но озвучивать не буду. Дай Бог, все получится. И вы будете свидетелями. Читаю комментарии. Я со своей чашечкой красивой. Конечно же, с чаем. Чашечку взяла на работу. Тормозок взяла на работу. Вот там вот у меня. У меня там рис, крылышки и капуста с огурцом. То есть то, что я вчера на ужин не покушала, я сложила в контейнер, нагрела. Покушаю на работе. Потому что так получается, что я на работе поела и все. И потом я не ем. Читаю комментарии. Так приятно, девочки. Что, ну, вот вообще приятно, когда взрослые люди пишут. Много нас таких, как я, которые набрали лишний вес за зиму. И пишут, и я так же, и у меня та же проблема. И настроение упало. Конечно, настроение упало. Вы молодцы, девчонки. Знаете, что вот мне там комментарии написали. Типа, Хатун, а хорошо, что вы себя не обманываете. Типа, и так сойдет. Или ничего страшного. Не обманываю, девочки. Не обманываю. Никогда себя не обманываю, что это никак не влияет. Или полюби меня такой. Или это обмен веществ. Это все фигня. Вес мы набираем от того, что калории. То есть, получается, мы начинаем вести сидячий образ жизни. И калории не сжигаются. А потребляем. Даже мы можем кушать меньше, чем кушали до того, как бегали на работу. Ополнять будем сильнее. Ну, в общем, все взрослые люди поняли. Вам огромное спасибо за честность. Многие прям написали. Я так же много диет даю, советов. Я все принимаю. Вот представьте, то, как вы мне пишете, так у меня и получается. Я себе не отказала ни в сладком, ни в тортах, ни в чем. Потому что, ну, дрожжи по минимуму хочется убрать. Дрожжевое вот эти булки все. Сахара немножко на ложку меньше. Но, например, тортик. Я не сижу там, знаете, строгая диета. Торт не есть, то не есть. Потому что я знаю, что это так не станет моим образом жизни. А надо питаться так, чтобы это было образом жизни. Поэтому, да, я либо на утро переношу. Либо... В общем, я соединила счетчик калорий, интервальное питание и физическую нагрузку. Все это вместе. И да, мне грустно. Я уже вчера сказала, это сразу сказывается на здоровье. И это влияет на все. Я же была худой. Как бы я была вообще очень худой. Но потом, когда поправлялась, это сказывается на всем. На здоровье, на отношениях, на настроении, на интимных отношениях. На всем это сказывается. Ты только как вот ножку лево, ножку просесть нормально не можешь. По лестнице на четвертый этаж нормально подняться не можешь. Как будто я за тобой гнались. Не знаю. Скоро человек. Все это сказывается. Не говоря уже о том, в каком состоянии внутренние органы. Давление. Ой, вообще. В общем, ладно. Не будем о грустном. Берем себя в руки. Я в руки себя взяла. Второй день. Трудно. Пока нет. Я устаю на работе. Поэтому сказать, что мне прям трудно, я не скажу. Просто я хочу. Вы знаете, у меня есть возможность пойти в магазин, купить себе платье. Я держу в руках деньги. И у меня абсолютно никакой радости от этого нет. Потому что, ну что я сейчас куплю на себя 73-килограммовую. Чехол на машину. Вот это, знаете, что закрывают машину. Я на работе пол помыла. Волосы убрала. Здесь вот жду зеркало. Заказала зеркало сюда. Чуть-чуть еще. И будет здесь стоять красивое зеркало. Все. Жду клиентку. Иду с работы. Решила пройтись по скверику. Пешком. Хотя бы пару остановок. Это полезно для мозга и мыслей. Иду, есть о чем подумать, поразмыслить. Дубарина страшная. Вот так вот смотришь, чистенько. Порядочек, лавки. Арка из деревьев еще не распущенных. Ну, без листьев. И такой ветер ледяной. Просто кошмар. Поэтому сейчас пойду на остановку. И уже подъеду домой. Пока я шла, начался такой снегопад, что кошмар. Прям совсем снегопад. Снегопадный. Замело. Ужас. Снова здрасте. Я опять на кухне. Я дома, я на кухне. Решила быстренько натушить капусту. У меня есть два часа. Я сейчас натушу капусту. Отварю гречку. И поеду опять на работу. Ехала домой. Девочка написала, можно к вам. Пожалуйста, есть вечер. Ну, я решила, конечно, можно. Потому что завтра я выходная. И почему бы нет сегодня. У меня вечер был бы свободен. Я хотела на стадионе побегать. Но такая куртовына началась, что не до стадиона. Хотя она уже и перестала. Снегопад. У нас все тот же день. И я опять еду на работу. Уже приехала. Думаю, сейчас Аня удивится. Я с ней уже попрощалась. Пришла, Аня удивилась. Вот этот шикарный цвет. И вот этот шикарный. У тебя типса классная, длинненькая. У меня каратульки. Вот этот. А тут, дивись. А что ты одинаковый 15-16 взяла? Не, вот все. А, вот этот красивый. Да. А у меня такого нема такое взяла. У тебя есть похожий, да? Класс. У тебя лампа горит. И баночки стоят. А, да? И вот этот классный. У меня такие юночки. Да, вот это тоже жюночка. Но ты знаешь, у меня есть такая клиентка. Она любит рассказывать. У меня эта лампа, хатуна, она блинает постійно. Она или сгорает, я не знаю, или ее поправить надо. У меня, как получилось, что я уже ехала домой по цей хуртелите. Пишет вайбер девочка. А можно сегодня? А у меня вайбер завис, я ответить не могу вообще. Я вижу, что она пыше, но я не могу в него зайти, он меня выкидывает. Чуешь, удалила вайбер. Удалилось все, потому что резервной копии не было. Восстановила вайбер без никого. Вообще нема никого. Думаю, класс. То я написала, что может, то и пришла. Я в машине еду уже домой. Правда, сейчас заеду в магазин, нужно кое-что купить. На улице вот так вот солнце выходит, снег. Солнце, снег. И холодина, ветер сильный. Ехала я, ехала, а в итоге идут пешком. Здесь вдоль дороги так красиво фонари горят. И, в принципе, достаточно светло. Мне грустно, печально. Мы не поскандалили, не поссорились. Я просто спокойно сказала, что, Миш, я хочу пройтись. Мне надо подумать. Я и, в принципе, хотела это с работы пройтись. Но Миша меня забрал из-за снегопада. Вот. Из-за завирюхи. Это было очень зря. У нас сейчас такой период. Знаете, я приняла одно очень важное решение. Оно не нравится ни мужу, ни детям. Они стараются меня переломить. А я не переломлюсь. И тяжело. Мы и не ссоримся, но так. Тяжело. Вообще тяжело. Я кое в чем обвиняю Мишу. Меня. У Миши такое, знаете, в характере есть. Как-нибудь и хорошо. Хорошо, что не хуже, чем у других. А у меня другое. Меня тяготит один вопрос очень сильно. В общем, да. Надо идти домой. Окунаться в быт. Сегодня Елисей на стажировке. В суши-баре. Виктория дома, а Миша в спа-салоне с Яной. Они не поехали на один отдых, намечающийся. Но из-за карантина все отменили. И сейчас они в спа-салон пошли отдохнуть. А я иду домой и буду окунаться в быт. Несмотря на тяжесть души. Набираю ванну и высыпаю соду. Высыпала где-то грамм 200. И пачку выкинула. 300 грамм соды высыпала. Буду принимать ванну сода. Это очень полезно. Особенно, когда прошелся. Она открывает поры и выводит мочевинную соль. То есть, влага уходит. Поэтому сейчас приму ванну. Пойду отдыхать. У меня здесь грейпфрут, киви и травяной чай. Буду сейчас пить чай, фрукты и монтировать видеофрукты. Потому что я выбрала для себя еще помимо того, что считаю калории. Так еще и интервальное питание. То есть, стараюсь 16 часов не есть. Ну, надо вообще ничего не есть. Чтобы 16 часов вообще ничего не есть. А 8, кушай что хочешь. Но я эти 16. Либо киви, либо грейпфрут, либо травяной чай. Либо, ну, то есть, как-то так. Что-то такое. Капусту могу погрызть. Все, буду с вами прощаться. Спасибо за то, что смотрите видео, как всегда. Давай, расскажи, кем ты был. Залезь сюда, к Виктории, я тебя сниму. Виктория уже уселась слушать подробности лисейной работы. Доча, вот тебе, да, в суши. Да, и вроде уже, аж мне 15. Ну, доча, 15 лет не берут. Сушист. Да, рассказывай всем. А что, я бы там такое разве? Дайте я между вами залезу. Короче, лисей был сегодня на... Опять я забыла. На стажировании. Помощником повара. А вчера ты был на собеседовании охранником. Я был везде. В охраннике не взяли. Позавчера он ходил... Я был везде. Лисей был везде. Сегодня Джиш Торик. Он только вчера бегал на собеседовании. Ну, в дом торговли. А еще неделю до этого он проходил. А сегодня он был на стажировании по суше. Потому что... Почему? Потому что... А, у нас, кстати, все тот же день, все тот же вечер. Потому что у нас лисей, приходя в универ на пары, играет в карты. То папа ему сказал, что шуруй искать работу, раз ты такой ученик фиговый. То лисей... Нашел работу сегодня. Вроде бы пока доволен, а там посмотрит. Открылся новый ресторан. Суши. Классный? Да. А что ты... В чем заключается твоя работа? О, личная гигиена. Это все правила, которые мы должны знать. Санитарные нормы порезать. Угу. И получите... А в чем заключается твоя это? Я готовлю заготовки на роллы. Типа помощник повара, да? Ну, может сказать, повар только делает, что он заворачивает роллы. И все. А ты все намываешь, да? Я все намываю. Делаю заготовки. Для декантирования. Обработка яиц. Что там? О, ты машешь... А, вы замачиваете в таблетках яйца, да? Замачиваете таблетку, она разобтворяется. Мам, ну все, можем все трофировать и делать суши. Что? Подготовка, производство пищи. Безиджность. Завтра еще будет заезжать, все. Угу. Познакомился с ребятами. Много новеньких, да? Вы, походу, все там новенькие. Да, все новенькие. Ну, некоторые, конечно, уже работали в других суши, ресторанах. Ага. Тебе надо санитарку. Потому что ты пока стажируешься, до конца недели надо санитарку. Подожди, а тебе завтра скажут, когда выходной взять можно? Мне нужно само решать, когда мне взять выходной. Ну, ты же реши, ты завтра поговори. Скажи, что можно 4 или 5, когда мне лучше взять выходной, мне надо санитарку сделать. В общем, ладно, теперь я уже с вами окончательно прощаюсь. Елисей уже покушал. Сейчас он идет купаться. Завтра тебе с утра или во сколько? 9.30 уже быть там. Раньше, чем сегодня. Ну, потому что открыть. Еще, потому что мы будем доготавливать. А со скольки вы завтра открываетесь? Я не знаю, со скольки вы открываетесь. Мы приходим еще с 9.30. Мы доготавливаем уже все для суши. Мамы на башка. Мамы на башка. Не ценил, что имел? Не ценил? Теперь пойдешь, поработаешь. Это ты представляешь, у тебя график жизни будет? Работаешь. Когда выходные, универ ходишь. Универ же никто не отменял. Ходишь в универ и договариваешься все сдавать. И таким образом... Или... Мамонтенок. Или иду... Ты похож на мамонтенка. Или иду, перехожу в технику и никуда не хожу. Мне еще интересно, где Михаил. Михаила дома нет. А Миша все уже. Миша уже живет с Яной. Миша уже переселился уже. Твоя комната. Елисей, вся комната твоя. Ой, ну тебя посуду помыла сегодня. Боже, яка принцесса. Яка принцесса. Меньше стресса. Меньше стресса. Все, теперь уже всем окончательно пока. Елисей дома. Виктория посуду помыла. Елисей идет купаться. Мишка сейчас еще дождемся. И все. Продолжение следует... Продолжение следует...